привет друзья вот я смотрю сейчас это очень хорошее видео там интервью дает андроныч это очень известный человек который там красноярске по столбам таким вот паскал скалолаз такой суперские 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 в своем возрасте но мы с ним почти ровесники он уже там такие подвиги показывает что все шокируются но ссылку я дам вы посмотрите вот я сейчас смотрю мы же занимаемся школе человек будущего созданием науки человечности а там как раз таки он говорит на видео о том что главное найти мир в душе и даже когда кто-то раздражил его а ему надо быть форме ответить как-то правильно или вот со столбами своими когда он лазит там бывает момент когда он волнуется ли шоу самое главное найти мир в душе с этим миром в душе как он говорит и со скалой договориться можно ночи потрясающе но если вам человеком договориться можно с миром в душе да и он с этим миром в душе что нам очень важно мы же создаем науку человечности он успешнее дело делает вот эти все свои дела вот эти все восхождение и падения а вот еще интересный момент вы там увидите почему когда падает пролетая вот между этими скалами друг начинает орать помогите мне спасите меня там и шокирует всю публику которая смотрит сначала на него с восторгом и замиранием и потом а там кричит и пугаете всех шокирует и потом раз и на ноги встал вот так вот и улыбается зачем он это делает шокирует а вот почему вот участники школы наши уже знают давно знают что человек это единое духовное физическое существо целостное целостное у него все согласовано психические и физиологические процессы в целостности в здоровье вот этот мир душе это как раз таки здорово это гармония но участники знают что человек социальное существо и поэтому ему вслед за усилием нужен ожидаемый результат ну вот ожидаемый результата что закажем если вот у него тоже как у любого человека есть ожидание этого результата ему хочется конечно что все за его такими усилиями грандиозными ну чтобы были аплодисменты вот он их вызывает таким путем он их шокирует чтобы они были в таком шоке и потом они конечно все после оцепенения хлопают и видят героя вот для чего человеку каждому нужно подтвердить свое я есть а есть художнику нужно показать на высокой своей картине чтобы любовались и говорили какие шедевры он мужчина лазит по скалам ему надо показать что он есть себе показать в первую очередь доказать себя ну а это же он социальное существо ему нужны аплодисменты но он поскольку только этим и занимается что лазит по скалам насколько я понял может я не совсем правильно понял вы там подскажите мне вот передадим ему привет передадим ему это видео пусть послушать потому что мы можем еще и совет ему дать пусть и он займется дополнительно синхро гимнастикой и если захочет сократить время своей тренировки потому что он каждый день два часа тренируется делается и упражнения каждый день ну конечно молодец но не у каждого же человека доминанты на физике поэтому мы в нашей школе занимаемся раскрытием различных видов деятельности талантов своих в различных направлениях да я рисую и пишу книги и обучаю как вы понимаете и лечу и спортсменов обучаю чемпионов мира чтобы андро значит и знал что чемпионов мира искал лазов обучал и космонавтов обучал чтобы он знал кто об этом говорит совет мой мог бы воспринять ее более серьезно очень важно если бы узнал с их на гимнастику дело синхронизирующие упражнения мог бы за две-три минуты перед своей разминкой поделать их две-три минуты и его разминка была бы гораздо еще успешнее и кстати говоря мог бы открыть ее как мы нашей школе открываем разные таланты наши возможности вот может быть еще какую-то у себя открыть какие-то способности может у него есть пусть бы сказал бы очень было бы интересно вообще мне было бы интересным в диалоге поговорить задать кое-какие вопросы да но ему к сожалению приходится поскольку он в одном профиле деятельности чтобы получить подтверждение вот так изгаляться кричать там чтобы шокировать людей что он падает помогите а потом получить результат ну вот я просто объясняю поскольку я анализирую психологию психофизиологии героев денег и чемпионов поэтому я даю этот комментарий всему тому что этому видел этому интервью вот такие друзья а вот когда человек мир в душе имеет он становится менее рефлексивый на чьи-то слова на смену погоды или еще на что-то вот это очень важно мир в душе что же здесь происходит снижение уровня реагирования снижение уровня рефлексии снижение тут тех механизмов которые включаются про инстинкт самосохранения бей беги оцепеней ну и когда мы научаемся меньше рефлексировать более объективно начинаем адекватно реагировать на ситуацию нас открывается интуиция сам механизм вот этот тренирует у нас интуицию и но это кому как подходит вот допустим вам может подойти такая виртуальная защита от стресса мир душе но с другой стороны это что такое это бесстрастные отношения в религии это например смирение вот там тоже в религии оптинские старцы там они передоверяли ответственность за свои поступки богу они говорили господи руководи мною полагаюсь на тебя только ты там руководишь но и так далее точно снять эту ответственность с таким смиренным значит можно просто образ такой подобрать кому что подходит потому что подбор образов и приемов включу которые нам помогают быть устойчивее и найти мир душе и включить мобилизации и включить поэтическое вдохновение сам процесс перебор развивает эту интуицию эти творческие качества поисковую активность мозга вот предлагаю такой образ защиты от стресса раз мир душе это бесстрастность но кому-то понравится попробуйте раз-два и увидите результаты кто-то подберет другой образ виртуальный ну например этот образ такой раз мир душе раз это бесстрастность вообразите себя таким металлическим автоматом который смотрит на мир глазами автомата бесстрастно не хочу говорить биоробота потому что это слово сейчас вызывает плохую реакцию ну представьте себе что вы металлическое защищенное смотрите на все безразлично смотрите на все бесстрастно и вы посмотрите кому-то этот образ очень понравится а кто-то подберет другой до встречи друзья до встречи